Всем привет, привет всем! Отличной, новой, солнечной, теплой и позитивной недели. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему, что я думаю, когда смотрю на себя в зеркало. Мысль, мысль, откуда пришла эта мысль сделать такой расклад. Я не знаю, бывает у вас такое или нет, и какое у вас отношение с зеркалом. У меня дома есть два зеркала, одно большое, одно маленькое. Маленькое зеркало, то, которое находится в ванной, не знаю, то ли оно так подсвечивает. У него есть такое удивительное свойство. Все, кто в него смотрит, видят себя красивыми. Независимо от того, мужчина ты, либо женщина. И это, знаете, с чем связано? С тем, что у зеркала, ну как я понимаю, я могу, конечно же, ошибаться, это не является аксиомой, но вот просто мое наблюдение. Есть такое, знаете, свойство, как у икон. Почему икона становится чудотворной? Потому что ее заряжает, во-первых, тот человек, который создавал, рисовал эту икону, находился в таком состоянии, не знаю, может быть, блаженства, может быть, вдохновения. То есть сама по себе энергия иконы была заряжена в позитивном ключе. И когда очень много людей верят в том, что случается чудо, то, в принципе, эта икона становится чудотворной. Ну, то есть заряд энергии данного предмета идет вот именно на такое намерение, да, достаточно позитивное. Так вот и зеркало, оно имеет свою память, да, вот так давайте скажу. Когда ты походишь к этому зеркалу и смотришь, и тебе кажется, во-первых, ты выглядишь моложе. И это не, как это сказать, не только мои глюки, да, а это глюки, особенно, когда приходят мои приятельницы, да, либо знакомые, смотрятся, им очень нравится. И все почему-то дают объяснение этому состоянию, что просто свет такой очень яркий, и поэтому, ну, красиво выглядит лицо. Оно маленькое, оно только лицо показывает. Но я это определяю тем, что очень много позитивной энергии. То есть когда человек смотрит, да, он почему-то замечает все самое красивое, и, видимо, зеркало запоминает. Так вот, но в другое зеркало, когда я иду, да, и смотрю, да, конечно же, у него немножко иная подсветка, не такая, как в ванной, да, обычно бывает, когда мы красимся, там почему-то, не знаю, мне кажется, я вижу себя достаточно реалистично, и не получаю такого удовольствия, как вот в это вот маленькое зеркало. Поэтому мысль была о том, что когда ты смотришь, почему сделать этот расклад, зеркало, и неоднократно вы это слышали, эту метафору, и она имеет очень хорошее такое, ну, наиболее корректное, я бы так сказала, определение нашему миру. То есть когда ты смотришь в зеркало, ты видишь свое собственное отражение. И твоя позиция по отношению к зеркалу, это по сути, ну, то есть мир тоже является одним большим зеркалом. И когда я говорю мир, я не имею в виду только людей, а вообще мир, все, что нас окружает. И вот эта вот концепция зеркальности, да, она дает очень много объяснения нашим собственным поступкам, если мы действительно задумываемся над этим. Не в плане того, что только как мы любим говорить, что когда нам что-то не нравится, да, в другом человеке нас бесит, посмотри в себя, это зеркало, ну, это настолько банально уже стало, вот, что люди просто говорят и не задумываются. Но вот в данном случае, когда ты смотришь в зеркало, то все твое внимание, оно направлено на что-то, да. И вот эта вот концепция, она как раз-таки концепция зеркала, да, и мира, что мир это большое одно зеркало, она как раз-таки говорит о том, что на что сфокусировано твое внимание, то есть она подсвечивает нам наше собственное внимание, на что она направлена. И я не случайно вначале сказала как раз-таки про красоту, в плане того, что когда ты подходишь в зеркало, кто-то замечает, там, я не знаю, свое, не знаю, если ты молод, да, какие-то, возможно, прыщи, если люди в возрасте, да, начинают замечать свои морщинки, начинают смотреть, замечать какие-то, я не знаю, например, седые волосы, да. То есть на что направлено наше внимание? Внимание направлено на то, что есть внутри нас, то, чем мы наполнены. И зеркало нам это очень хорошо подсвечивает и показывает. Поэтому сегодня я решила сделать такой расклад, да, что я думаю, когда я смотрю на себя в зеркало. Именно думаю в контексте концентрации внимания. То есть не просто, что мне показывает зеркало, а о чем я думаю. О чем я думаю, это, по сути, то, чем я наполнена на данный момент, потому что мысли тоже находятся вне нас. Но об этом в другой момент расскажу более подробно. Но вот здесь о чем мы думаем, то есть какие мысли, да, мы к себе притягиваем, что нам показывает наше зеркало. Не знаю, наверное, немножко сопутанно сказала. Но идея, в общем, она касалась этого. Поэтому сегодня мы с вами давайте это и посмотрим. Так, почему у меня неправильно стоят камешки? Причем, заметьте, камешки у меня стоят тоже в зеркальном положении. По идее, вот это должно было быть здесь, а это должно быть здесь. То есть первый у нас голубой, красный, зеленый. А у меня получилось наоборот, да. Вот видите как? Случайность и не случайность. Зеркальность. Ну ладно. Первая позиция. Смотрим, да, что я думаю, когда я смотрю на себя в зеркало. Гляжу в себя как в зеркало, до головокружения. Знаете, двойка кубков. Что я думаю? Я думаю о любви. О любви в данном случае в зеркало мы смотрим. К самому себе, да. Здесь могут быть либо моменты, связанные с тем, как сгармонизировать. То есть как сделать так, чтобы я сама себе нравилась, да. То есть возможно человек видит какие-то свои недостатки. То, что хотел бы изменить. А есть другая категория людей, которые смотрят на себя. И кто-то так, знаете, в зеркало плюет и говорит, Тьфу, чтобы не сглазить. Ну какая красота. Вот здесь вот две категории людей мне показаны. В большинстве я вот почему-то склоняюсь именно вот к позитивному моменту. В контексте того, что вот вы смотрите на себя в зеркало, да, двойка кубков. И вам нравится. Нравится то, что вы видите. Возможно, вы как-то объясняете, даже если есть какие-то появившиеся морщинки. Либо вот морщинки на углу глаз. Вы как-то это объясняете, что типа мои года, мои богатства, мое богатство. Вот в каком-то позитивном ключе вы рассматриваете себя. Иногда бывает, когда вы долгое время смотрите, либо сматриваете в зеркало. У вас идут какие-то воспоминания вашей прошлой жизни. Именно позитивные. Вот когда-то я была, либо был молод, и вот как-то по юности, по глупости думала вот так, да. Либо верила вот так. И фраза кончается тем, боже, какая я дура была. Ну, если сказать более красиво, да, то, боже, какая я наивная была. Ой, как года идут. Вот у нас здесь что-то такое, знаете, такое душевное. Здесь нету негатива, здесь идет такое душевное. А потом, знаете, кто-то так еще, может быть, причесочку поправляет и говорит, и все же, и все же я чертовски хороша. То есть, знаете, вот как-то подбадриваете себя. Это хорошо, здесь идет улыбка. Меньшая часть людей, которые смотрят и видят свои недостатки, они как бы, как мотивация идет о том, что да, надо подумать. Я подумаю, что я с этим сделаю. Кому-то не нравится нос. Здесь такое ощущение, что вот в лице вы просто хотите что-то подкорректировать. Здесь не в контексте красоты, там, знаете, увеличить губки, либо еще что-то, а вот именно в контексте какой-то коррекции. Не знаю, выровнять, например, брови, чтобы они были симметричные. Либо кончик носа как-то подправить, чтобы дышалось лучше. Может быть, кто-то думает о том, что надо сделать пересадку волос. Либо наоборот, кто-то думает о том, что нужно купить какие-нибудь там масла. Там, я не знаю, например, касторевое масло для того, чтобы, я не знаю, укрепить как-то свои реснички, либо волосы. Чтобы стали более как-то напитать. Здесь вот такое. А кто-то, наоборот, вот смотрит и видит, что волосы как-то, не знаю, приклеились что ли. Ну, приклеились в контексте, что жирные, либо много... Ну, вот как форма такая, из-за того, что маслянистый какой-то такой покров, и волосы слишком прямые, вам это не нравится. Хочется немножечко формы, да, чтобы чуть-чуть приподнятый был волос. И вот вы задумываетесь, да, здесь об этом, задумываетесь о том, что можно было сделать. А люди, которые помоложе, почему-то, не знаю, кто-то думает сделать себе пирсинг, да, вот сережку в нос. Не в уши именно, а вот именно в нос, так, чтобы красиво было. Хорошо. Еще о чем вы думаете? По шпиндакле. Знаете, здесь кто-то осознанно, может быть, рассматривает зеркало в контексте психотерапии. То есть, когда ты научаешься ценить себя, и здесь, подходя к зеркалу, вы, как раз, как то, что я сказала, да, позитивные намерения. Может быть, кто-то это делает интуитивно, либо как некую такую игру. А есть категория людей, которые это делают осознанно, да, начинают проговаривать какие-то позитивные аффирмации в свой адрес для того, чтобы научиться ценить себя. Да, научиться ценить себя, да, выражать любовь. Кто-то, может быть, вообще прям маленький процент здесь, как-то это связано с профессией, как-то с актерским мастерством, либо это связано как-то с моделингом. Ну, это вот прям малый такой процент, буквально 2-3 процента, который вот перед зеркалом, причем не в полный рост, а только лицо, да, работает со своей мимикой, либо работает как-то с позированием, да. Вот как это будет видно в объективе, да, камеры. То есть как-то тренируется именно в позировании этого, ну, здесь важно для профессии. Ну, либо если это не профессия для какого-то дела, да, то есть как я сижу, как я выгляжу, это почему-то важно для кого-то. Так, хорошо, помимо красоты и внешности, что, о чем еще вы думаете? Взяла вот эту вот колоду инья, она двухсторонняя, посмотрим, что. Обычно я не работаю на перевернутых арканах, но здесь есть и прямая позиция, и перевернутая. Кстати, кому интересно, в плейлисте обзора моих колодок есть все колоды, которые у меня есть. Можете перейти, посмотреть. Ссылка на плейлисты есть в описании под этим роликом. Так, что еще вы думаете, думаете, именно не касательно красоты и внешности? Здесь карта взаимопонимания называется. Такое чувство, что сейчас вы больше делаете акцент на, как раз-таки, на общение, коммуникацию с людьми. И как сделать так, чтобы вас понимали. То есть вот как будто бы либо происходит какое-то осознание касательно мышления других людей, да, то есть понимаете, даже не понимаете, а именно осознаете, почему люди, например, вас не понимают, либо почему конкретный человек вас не понимает. То есть здесь не в лице одного человека, а вообще в общем как будто бы вам приходит вот какое-то такое очень глубинное осознание того, что у каждого человека, да, есть своя концепция, да, то есть то, как он воспитывался в себе, это повлияло на его какие-то взгляды, да, на его мировосприятие. И исходя из этого вы как будто бы понимаете, почему человек там, например, как-то себя ведет, и у вас вы не можете найти какой-то общий язык. То есть здесь что-то такое глубинное, вот вы смотрите в зеркало, и у вас мысли как раз-таки об этом возникают. Например, ну почему меня этот человек не понимает, либо почему у меня не складываются отношения, почему нет какой-то взаимности, но вы это понимаете именно через зеркало, то есть как будто бы, я не знаю, вот вы, глядя в зеркало, вы себя понимаете. Здесь запутанно я сейчас скажу, но я не могу по-другому объяснить. Здесь концепция такая, что вот вы смотрите какую-то бы на себя в зеркало, да, глазами другого человека, и вы понимаете, что вот, а когда я говорю вот так, да, допустим, у меня вот такая мимика лица, да, либо я вот так выгляжу, и это как-то наводит вас на мысль, почему человек реагирует на вас, либо среагировал когда-то, так или иначе. То есть вы как будто бы, глядя в зеркало, понимаете себя лучше, и вот когда вы понимаете себя лучше, у вас приходит вот это вот осознание, а почему у меня не сложилось, да, тогда с этим человеком, потому что, возможно, он увидел во мне вот это качество, вот это качество. И это как раз-таки поспособствовало тому, что у нас не получилось. Вы как-то знаете, здесь зеркало, оно выступает в роли другого человека, и здесь как будто бы зеркалом идет неосознанный диалог, то есть вы не словесно говорите, а как-то, вы знаете, бессознательно, но это вот как вспышками, то есть вы посмотрели как-то, такое ощущение, что, знаете, словили какую-то мысль. Здесь нету диалога, что вот вы сидите перед зеркалом и философствуете, философствуете, нет, но вот как-то посмотрели, обратили свое внимание на что-то, и появилась какая-то вспышка, и вот эта вот вспышка inside, да, какое-то вот озарение, оно приводит вас к тому, что да, я поняла, вот почему, да, вот почему не сложилось. То есть здесь не обязательно делать какой-то анализ, а здесь вот как-то мимолетно вспышками приходит понимание. Да, выпадает аркан союза. Вот взаимопонимание и союз не в контексте отношений, да, любовных, а союз в контексте договоренности с людьми. То есть здесь как-то это зеркало, оно навеивает на вас какие-то такие размышления в плане разделенности, что вот каждый человек, он, я не знаю, какой-то отдельный мир. То есть раньше вы это знали на уровне знаний, да, просто как некая такая информация. А сейчас вы именно, вот пропустив через себя, да, к вам приходит именно какое-то понимание, да, понимание именно той информации, которую вы когда-то получали. То есть у нас так часто бывает, где-то что-то слышим, а, понятные слова, ну окей, типа я поняла. Потом со временем, когда наталкиваетесь на какую-то ситуацию, и вот эта вот информация, которая вам когда-то была понятна, она превращает в осознанность. Почему? Потому что вы это проживаете, как говорится, на своей шкуре, и вам становится понятно, почему так произошло. Вот здесь примерно происходит нечто такое аналогичное, что либо, либо если это не касается другого человека, да, то, что я говорила в самом начале, здесь приходит какое-то примирение и самим собой, и понимание самого себя. Так или иначе пересекается с тем, что я сказала ранее. То есть понимание себя и, как следствие, понимание, почему выстраиваются, либо не выстраиваются взаимоотношения с другими людьми, да, либо почему люди реагируют так или иначе. Да, потому что происходит трансформация в вашем сознании. То есть зеркало, оно для вас, здесь даже, может быть, не в прямом смысле, а как-то в переносном не идет, да, в смысле, что не только вот вы смотрите, когда в зеркало, а вообще само, как понимание зеркала, оно является для вас трансформацией сознания. То есть изучая концепцию зеркальности нашего мира, именно как одной из концепций мира восприятия, да, как зеркало, что мир — это наше зеркало, происходит у вас трансформация в вашем сознании. Либо если вы не изучаете никакую информацию, там, то, о чем я сказала, да, в мировоззрении, то это чисто эмбирическим путем вы приходите именно к этим осознаниям. Так, если еще что-то такое более приземленное, что вы думаете, когда вы смотрите на себя в зеркало? Здесь иногда бывает вот какая-то такая грустинка, она связана со временем, но у вас очень быстро это проходит, да, со временем, в контексте того, что время проходит, и вот вы замечаете изменения в себе, чисто физиологические изменения, но при этом есть такая несостыковка в плане того, что физиологические изменения происходят, а внутренние биологические ваши по ощущениям, они не соответствуют. Например, там появилась седина, а вы себя там чувствуете еще, ну, молодым человеком, там, я не знаю, 27-30 лет, да, а уже седина появилась. Ну, то есть в душе вы выглядите, ощущаете, воспринимаете себя намного моложе, а тело уже как будто бы показывает то, что время идет, да, и это сказывается как-то на вашем теле, то есть вы это замечаете. И вот здесь вот такое, знаете, иногда проскальзывает такое удивление, действительно, вот как будто бы вы спали, и там проснулись, смотрите на себя, да, и такое вот ощущение, что как будто бы тело не мое, да, почему? Потому что вот то, что я вижу, да, в зеркале, оно как-то слишком повзрослевшее, может быть, угрюмое, либо как-то вот изменилось, либо даже действительно как-то вот постарело, но внутри, по ощущениям, у вас, как говорится, молодость, да, кипит, и вот такое чувство, что вот я открыл глаза, смотрю, не мое вроде бы тело, да, но потому что такое чувство, что как-то память остановилась на каком-то конкретном возрасте, и оно у вас запечатлилось. И то, что вы видите сейчас, с той памятью, оно как будто бы не состыковывается. И вот это вот вас иногда удивляет, то есть как так, там седина, либо волосы падают, либо уже какие-то изменения есть на лице. Не знаю, может быть, кожа не настолько упругая, и вот такое ощущение, что нет, это не мое тело, вот такая мысль про скальп, нет, это не мое тело, не может быть, да, потому что, ну, я молодая, то есть как в таком теле, да, может быть, молодой дух, хочется сказать, да, либо молодой дух, он не живет в этом теле. Интересные такие мысли. Такая была у меня для вас первая позиция. Так, но в общем, когда вы смотрите, да, вам очень нравится. Очень нравится. Итак, позиция номер два. Красный камешек двоечки. Смотрим вас, что вы думаете, когда смотрите на себя в зеркало. Это такое чувство, что надо все успеть, да. Давай быстрее, 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 как-то вот торопитесь, да. Надо успеть. Здесь какая-то такая скоростная карта идет. Вы, возможно, не смотрите на себя в зеркало долго, а как-то мельком. Либо там, где вы находитесь, я не знаю, может быть, в витрины. Я не вижу, чтобы вы смотрелись на себя в зеркало. Даже когда краситесь, вы полностью не смотрите. Ну, а может быть, маленькое какое-то зеркальце, только чтобы видеть, например, там, глаза, либо какую-то часть. Такое ощущение, что вот полностью картинку себя вы не видите. И здесь такое чувство, что вы как-то все время торопитесь. Может быть, видите свое отражение в витринах, в магазинах, где есть стеклянная такая поверхность. То есть так мельком. И почему-то у вас всегда мысль промелькает в этот момент, когда вы смотрите на свое отражение. И вы как будто бы вспоминаете о том, что вам еще что-то нужно сделать. Ну, я не знаю, допустим, идете просто по улице, да, и так посмотрели. Вроде бы хотите обувь, к примеру, купить. Смотрите на витрину, да. То есть рассматриваете обувь, но при этом движетесь. А потом как-то чуть повыше подняли голову, и вы не видите то, что есть в витрине. А какая-то мысль у вас проскаясь, что, блин, надо еще хлеб купить, да, либо надо куда-то позвонить. Ну, то есть конкретному человеку. Да как-то вот вспоминаете. То есть такое ощущение, что вот это вот отражение, оно вам все время напоминает о каком-то движении, что надо что-то успеть, надо куда-то сходить, надо что-то сделать. А кто-то, знаете, почему-то смотрит на себя боком в отражении, вот как вы идете, допустим, вот зеркально, да, там отражение какой-то поверхности, вот так смотрите, так, а, ну нормально, все хорошо, и пошла. Как-то так. Почему-то смотрите на сторону своей пятой точки, то есть не на лицо, там на волосы, как, в общем, выгляжешь, да, вот как-то так. Вот, а, ну пошла, да, посмотрела на свою пятую точку и пошла дальше, не знаю, почему здесь так забавно. Но я не вижу, чтобы вы смотрели в зеркало. Вот выпал туз кубков, который говорит, знаете, о чем? Даже если вы смотрите в зеркало, вы себя славливаете на том, что оно для вас работает как-то вот как гипноз, да, то есть вроде бы посмотрела, я должна там что-то рассмотреть, но у вас такое не происходит, у вас происходит то, что вы улетели куда-то, да, вот посмотрели в зеркало и пошли мысли, какие-то фантазии, мечты, и вы забываетесь, что вы смотрите в зеркало. И вот, знаете, еще мельком может быть как, что, допустим, вот у вас в ванной, над раковиной, да, есть зеркало, и когда вы чистите зубы, есть люди, да, которые вот, ну, чистят и смотрят на себя. А вы нет, вы так чистите, мельком почему-то голову у меня показывают, поднимаете, смотрите, что вы чистите, потом опять опускаете. То есть вот здесь все вот так вот как-то, знаете, вот так вот, мельком посмотрела и опустила голову. И могу сказать, что вы не ладите зеркалом, но здесь такое чувство, что вы не продаете какое-то значение, то есть оно как некий такой интерьер для вас в вашем мире, как некое какое-то украшение, которому вообще вы не продаете значения. То есть такое чувство, что если бы у вас и не было зеркала, вам бы, ну, дома, вам было бы все равно касательно вашего лица. Вот кто-то в машине любит смотреться, знаете, на сиденье, не водителя, а на соседнем сиденье, да, там, где отпускаешь, вот маленькое зеркальце, и кто-то вот так вот все время смотрит, все и закрыл. Либо когда губы красит, вот почему-то здесь идет такая красная помада, и человек красит, женщина красит губы мельком. А так, в принципе, не знаю, может быть, у кого-то какой-то такой фетиш с обувью. И мне здесь показывает то, что вы, не знаю, может быть, в шифонере какое-то такое зеркало большое, вертикальное, либо еще где-то. Ну, в общем, вертикальное зеркало, но вы почему-то не смотрите, не рассматриваете свое лицо, вам как будто, знаете, вот не совсем интересно, но образ, который вы создаете, ну, то есть, допустим, одежду, то, что вы одеваете, вы ее рассматриваете. То есть ваш взор не падает на лицо, а падает почему-то, вот, не идет на ваш, на ваш лук, я бы так сказала, да, когда вы его собираете, например. Либо те женщины, которые шью, да, шви, либо на заказ профессионально, либо для себя. Вот я вижу, что ваша клиентка стоит перед зеркалом, а вы как будто бы, вот, значит, у меня это левая сторона, да, потому что зеркально камера показывает. Вот вы как будто бы из-за ее плеча вы выглядываете, тоже смотрите в зеркало, но не на себя, а на нее, как на ней это выглядит. То есть здесь в основном смотрим одежду, да, вот, как это сочетается, не сочетается, то есть вы даже не смотрите на себя, хотя у вас мысль такая проходит, да, возможно, где-то слышали на каком-то тренинге, либо кто-то вам говорил. Есть такая мысль, но почему-то вы ее стесняетесь, вот как-то один раз раздеться и встать перед зеркалом, и посмотреть на свое тело, да, вот как оно выглядит, такое ощущение, что очень хочется вглядеться, рассмотреть. Потому что я говорю, вы как будто бы себя не видите, но мысль такая, и человек как-то, не знаю, стесняется и скромный, но как, причем, знаете, здесь не просто рассматривать свое тело в зеркале, когда вы обнаженные, а как-то здесь даже полностью обнажиться не получится, все равно, вот я вижу, как-то закрываете свою грудь, как-то так, знаете, стеснительно и одновременно любопытно, как подросток, который узнает свое тело. Вот здесь вот такая мысль у кого-то есть, то есть желание посмотреть на себя в зеркало. Без какого-то сексуального подтекста, просто любопытно, потому что такой чувствует, я же говорю, что вы как будто бы себя полностью видите, вы как-то себя видите по частям, да, либо ноги, когда обувь примеряете, вот вам очень нравится красивая обувь, такая утонченная даже обувь, да, либо кому-то очень нравится, знаете, педикюр почему-то, именно не маникюр, а педикюр делать, либо ухаживать за своими стопами, ну, неважно, вот вы, когда смотрите семена, либо на одежду, которую вы одели, да, как это вот выглядит, в общем, но на лицо вы свое не смотрите. Ну, так интересно, добавно, а почему? Почему вам не интересно рассмотреть свое лицо? Ну, потому что у вас есть претензии по пажу мечей к своему лицу. Претензии в контексте того, что вот вам хотелось бы что-то изменить, как-то поработать над своим лицом, как-то хочется больше углов, больше утонченности, не пухлости, вот такой, знаете, чтоб лицо было там, даже не отсеченность, а такое пухлое, а вот вам нравится, как будто бы, я не знаю, скулы, какие-то углы, углы, вот нос, чтобы имел угол, скулы ярко выраженные, да, какие-то углы, брови тоже, чтоб имели какой-то угол, чтобы не были, вот какая-то такая, знаете, здесь не в контексте угловатости, а в контексте геометрии, вот здесь какие-то линии геометрические я вижу, здесь об этом, ну то есть вы, вы хотели бы поработать над своим лицом, я не говорю, что вы это делать будете, потому что вы достаточно ленивые в этом контексте, то есть, чтобы туда вкладывать деньги, нет, вы лучше на что-то другое, но желание есть, вы не против вложить деньги, например, в одежду, какую-нибудь такую стильную, но не как-то, чтобы исправить там, я не знаю, пластика, вот здесь еще, плюс ко всему, вы такие трусихи здесь, я боюсь, вдруг не так пойдет что-то, не-не, пусть лучше будет так, вот, либо пусть будет естественно, но желание, мысли такие есть, мы же рассматриваем, что мы думаем, когда мы смотрим в зеркало, хорошо, давайте посмотрим на колоде инь-янь, тоже такая интересная колода, так, что вы думаете, когда вы смотрите на себя в зеркало, проблемный взгляд на мир, так называется карта, проблемный взгляд на мир, здесь не идет почему-то какой-то вот перевертыш, какой-то взгляд перевернутый, может быть думаете, вот я говорила в самом начале, что вы как под гипнозом на зеркало смотрите, куда-то улетаете, вот может быть у вас возникают вот эти вот мысли, что не так с этим миром, почему весь мир перевернулся, либо здесь тоже проскальзывает какой-то угол, угол, я имею ввиду угол зрения, точки зрения, может быть вы себе говорите, что вам нужно угол зрения, точку зрения сменить, может быть вы имеете ввиду других людей, да, что хорошо бы, чтобы этот человек вот по-другому посмотрел на этот мир, но здесь вы акцент делаете, понимаете, на проблему, не на то, что вы хотели бы, а вы делаете акцент на том, заостряете свое внимание на негативном аспекте, да, вы хотели бы это изменить, но вы не думаете о том, что вы хотите получить, вы думаете о том, от чего вы хотите избежать, и вот эти вот избегания, они все равно забирают вашу энергию, да, то есть вы вкладываете свою энергию в то, чего вы не хотите получить, потому что вы об этом думаете, даже в негативном ключе, но все равно думаете. Еще о чем вы думаете? Ну вот аркан жертвенности, так он называется, да, жертвенность. Может быть, кто-то думает о том, что я устала, я устала, что там, не знаю, на меня все кричат, на меня все как-то, ну, я являюсь как козлом отпущения, да, ну, если это не хорошее слово, ну, смысл такой. Но с другой стороны, в этом есть какая-то такая, знаете, какой-то патриотизм в контексте того, что даже не патриотизм, а героизм, о том, что, ну, как Христос говорят о том, что, да, он за все человечество заплатил. Вот здесь примерно такое, да, то есть есть такое чувство, что, ну, ладно, пускай это будет со мной, но вот лучше со мной, чем с кем-то другим. Либо, знаете, если не я, то кто? Вот вроде бы это жертвенность, ну, с другой стороны, есть какая-то такая... Это даже не храбрость, как-то я не знаю. Я не знаю, как это назвать. Поэтому я изначально сказала какой-то вот патриотизм, ну, какое-то такое чувство, что я смогу, да, что-то такое здесь забавное. Еще о чем вы думаете? О сотрудничестве, да? Вот у вас есть вот эта вот концепция того, что, смотрите, мне хочется быть с людьми, с миром, с окружением в каком-то сотрудничестве, да, как-то на равных. Разделять, разделять что-то, быть сопричастной к чему-то, частичкой чего-то, да, то есть на равных именно. Но у вас на равных не получается, и поэтому вы проигрываете вот эту вот роль жертвенности, когда вы соглашаетесь на меньшее, то есть тем самым вы сами себя занижаете, ну, потому что есть заниженная самооценка, да, здесь проходит. Скорее всего, даже, ну, некрасиво звучит заниженная самооценка. Я скажу, что вы себя недооцениваете, потому что вы себя не понимаете, вы себя недооцениваете. Поэтому проигрываете вот эту вот роль жертвенности, а хотелось бы, чтобы быть как все, да, вот сотрудничество, чтобы было со всеми на равных. То есть я смогла общаться со всеми на равных, ко мне бы смогли относиться так же. И вот эта вот причина, вот этой вот жертвенности, обесцениваясь, она связана с тем, что вы видите, замечаете, что мир, он какой-то проблемный, то есть проблемный взгляд на мир. Здесь сразу нам говорится о том, что есть какая-то установка, может быть и не одна, которая вам показывает, что у вас не получается сотрудничать с людьми и быть с ними на равных по причине как раз для того, что есть вот это вот обесценивание. А обесценивание, оно когда происходит? Когда вы с кем-то что-то сравниваете, да, в данном случае с самим собой, да, либо, ну, себя с кем-то. Вот в любом случае, когда есть сравнение, сравнение, это всегда задача, функция нашего ума. Потому что в метафизическом, так скажем, да, понимании есть только одно единство. В единстве, ну, то есть состояние души, единство, в нем нету разделения, то есть ты не можешь сравнивать себя с кем-то другим, ты не хуже и не лучше, ты просто есть. А здесь у вас как раз-таки включается ум, который говорит, что вот в этом ты лучше, а в этом, и тогда вы чувствуете, и говорите себе, если не я, то кто. А в другой момент ум включается и говорит, а вот в этом ты хуже. И вы чувствуете себя как-то более, ну, приниженной, недостойной. Причем вот это недостойное не в плане того, что вы не можете что-то получить, а в плане того, что, допустим, я не знаю, мне надо еще чему-то поучиться, либо я не способна, у меня не получится, я еще недостаточно знаю. Здесь вот жертвенность, об этом речь идет. И вам говорится о том, что вот вам нужно как раз-таки изменить угол, точку зрения, по-другому посмотреть. А вот как по-другому посмотреть, это вам поможет именно понимание законов мироздания в контексте, как вообще устроен этот мир. То есть, когда вы поймете, что, мы не случайно сказали про зеркало, когда вы поймете, что зеркало, мир, он дает вам то, на что вы обращаете внимание. Если вы обращаете внимание, вот когда смотрите в свое отражение, например, и говорите, что вот это вот нужно было изменить, вот это вот не совсем хорошо, здесь никаких углов не хватает. То есть, у вас по сути есть претензии. И если бы вы были по ту сторону зеркала и смотрели на себя, то вы бы то же самое и говорили. Вот здесь у тебя, ну то есть, представьте, вот я здесь, вот зеркало, а по ту сторону наше отражение. И вы встаете и идете по ту сторону. Что вы видите? Вот здесь вот, если вы находитесь, что вы видите? Вы видите, что человек говорит, у тебя нос не такой, у тебя там еще что-то. Зеркало, вот вы сейчас находитесь по эту сторону. То, что вы слышите, вы это и отдаете, как эхо. Говорите, у тебя нос не такой. Понимаете? Вы на это обращаете внимание. И когда вы смотрите в зеркало, то есть, вот это вот принцип, концепция зеркала, когда вы говорите миру, что ты не такой, что есть какая-то проблема, почему со мной не получается сотрудничать с другими людьми, что со мной не так, вы задаетесь этим вопросом, мир вам отвечает, что с тобой не так. То есть, вы говорите, что со мной не так. Зеркало вам с другой стороны говорит, что с тобой не так. То есть, если вы задаетесь вопросом, значит, вы уже видите, что нет единства, что уже есть некое такое разделение. Ну, то есть, мозг включился. И вам он преподает как раз таки то, что вы просите, по сути. То есть, когда вы спрашиваете, что со мной не так, он вам будет показывать кучу, там, тысячи один способ, что с вами не так. Если бы вы говорили, со мной все так, со мной прекрасно, мы же говорим про понятие самооценки. Если бы все говорили, Боже, какое божество. Ну, все же говорят, что внутри нас живет Бог. А Бог идеален. Да? То есть, как концепция вот этой вот искры идеальности. Так смотрите в зеркало и говорите, Боже, я какое божество, да, какая я идеальная. С другой стороны, мир смотрит на вас и говорит, Боже, какая ты идеальная, какое божество. И он вам придумает тысячу и одну концепцию ситуации, как вам это дать и подтвердить. Понимаете? Вот с этим связана точка зрения концепции мира, да, проблемный взгляд на мир. Подумайте над моими словами. Это очень интересное, вообще, такое упражнение, когда ты наблюдаешь за своими мыслями, да, то есть, то, куда мы направляем свое внимание. Нам мир это и дает. Позиция номер два. Зелененькие камешки. У меня такое ощущение, что двоечком что-то здесь не хватило в какой-то информации для того, чтобы получить инсайд. Прям какой-то щелучок, чтобы получать. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Для того, чтобы получать инсайд, вы можете приходить ко мне на прямые эфиры, задавайте вопросы, я вам голосом буду рассказывать и пояснять те вещи, которые, ну, возможно, вы знаете, но, как я люблю, показывать по другим углам и приходит некое иное понимание. А дальше вы идете, размышляете самостоятельно и получаете прекрасный результат. Так, но это было касалось двоечек. Итак, позиция номер три. Зелененький камешек. Что вы думаете, тройки, когда смотрите на себя в зеркало? Перемены, да, трансформация, смерть. Вот я сейчас отвлекусь, потому что я хочу вам кое-что рассказать, что я услышала сегодня вот в контексте смерти. У меня такое чувство, что вам кому-то будет это полезно. Поэтому кому не полезно, просто промотайте чуть-чуть вперед и дальше услышите. Услышала я одно такое, один такой рассказ, как притча, не притча, не знаю, как любят называть такой формат повествования, где говорилось о том, что сама смерть с косой пришла к одному кузнецу. Может быть, вы это слышали. И кузнец очень сильно напугался, он подумал, что смерть пришла за ним и спросил, а почему, почему ты пришла? Она ему говорит, вот хочу свою косу как это, заточить. И пока он ее точил, он на нее присматривался и говорит ей о том, что скажи, почему ты покрываешь, ну, то есть твой облик, он закрыт вот именно капюшоном, да, и почему ты вообще выглядишь как старуха. И смерть отвечает, что на самом деле я молодая, красивая девушка. Моя задача была, заключалась в том, чтобы брать души после смерти и переводить их по ту сторону реки смерти, то есть по ту сторонний мир. То есть я являлась неким таким проводником и поэтому я была очень красивая и приходила именно в своем истинном облике молодой, красивой девы, потому что это являлось праздником. Но в какой-то момент люди стали относиться к смерти как-то вот не совсем с уважением и стали появляться войны, люди стали друг друга убивать, отношение между людей настолько изменилось, что они смерть уже воспринимали не как праздник, а как какой-то временный такой момент, в котором жизнь имеет смысл вседозволенности. И вот эти войны, убийства и негативное отношение к друг другу привело к тому, что появилось очень много крови. и вот ты смотри, она так открывает вот этот свой капюшон, накидку, которую она носит. И посмотри, я вся в крови, змея, я вся в крови, я вся заляпана. И чтобы этого не было видно, я одеваю этот капюшон и опускаю. А в старуху я превратилась как раз таки потому, что сам вот этот процесс перехода из одного воплощения в другой у людей воспринимается как нечто такое конечное и это не является праздником и это меня состарило. Потому что видя вот эти все войны, видя ток отношения людей к смерти, оно превратило меня в старуху. И эти слова очень сильно задели кузнеца. И тогда старуха берет свою косу, разворачивается, благодарит его и уходит. И кузнец вдогонку спрашивает ее, а почему тогда у тебя в руках коса? И смешно разворачивается и говорит ему, потому что дорога в рай заросла. И вот эти слова, вот эти моменты, что дорога в рай заросла и необходима коса для того, чтобы косить эту дорогу, очищать ее, что люди в принципе чисто метафорично не идут в рай, то есть не служат своей душе зацикленной на каких-то более небесно-земных каких-то моментах, то есть вот эта концепция жизни и развитие эволюции, она не интересна стала людям, появились другие ценности, появились другие принципы. И вот это отношение смерти здесь как раз таки всплывает, когда вы смотрите на себя в зеркало, потому что аркан смерти это смерть как некий такой переход, причем переход в нашем сознании, естественный переход, когда девочка превращается в девушку, девушка превращается в женщину, это естественный процесс эволюционный, но здесь аркан смерти он говорит, что эти изменения происходят именно в вашем сознании. То есть возможно, исходя из того, что я сказала, о чем вы думаете, когда вы смотрите в зеркало, о каких-то естественных переменах, о тех трансформациях, которые произошли, случились в вашем сознании. То есть возможно, когда вы смотрите в зеркало, вы себе говорите, что вот когда-то было так интересно, и я думала вот так, а теперь что-то поменялось, что-то предшествовало, и теперь я думаю по-другому. Здесь идет некий такой этап изросления, когда вы смотрите в зеркало, смотрите на свое отражение, вы именно думаете, вы не говорите, я не вижу, чтобы здесь было диалога, но вот вы как-то видите перемены не в физическом теле, а именно на уровне вашего сознания. То есть зеркало как будто бы вам показывает либо заставляет видеть то, как вы меняетесь, как вы растете. Здесь у кого-то даже какие-то огорчения, сожаления есть о какой-то утрате себя, как вы изменились, и вот эти вот изменения, что они благодаря им, что вы утратили. И это не обязательно только в контексте какого-то человека, да, там расставание было, это может быть, я не знаю, в контексте того, что я утратила какую-то свою открытость, доверчивость, наивность, то есть я стала другой, я стала какой-то холодной, что ли, расчетливой, может быть, в некоторой степени иногда жесткой, принципиальной, то есть как я так и заменилась, как случилось так, что я стала такой, потому что это не, как будто бы, знаете, не моя природа, это какой-то защитный механизм, и у вас такие мысли всплывают, как такое случилось, почему, почему, вот вы иногда задаетесь таким вопросом, почему, интересно, аркан здесь мира, прям вот мира, завершение, аркан смерти, причем так интересно, в этом аркане коса, которую она держит, вам не видно сейчас, но все же, я не знаю, значит, коса, которую держит смерть, а верхняя часть, она в одну сторону завернута, а здесь как будто бы отражение и в другую часть, обычно такой косы нет, но здесь вот как будто бы жезл один, да, и вот эта вот железная часть косы, я не знаю, как она называется, сюда завернута, здесь сюда, то есть как отражение, да, в контексте того, что мы говорим, либо кто-то думает о том, что пора, пора завершать, все, хватит, знаете, кто-то может быть смотрит так на себя в зеркало и говорит, видит изменения и говорит, все, хватит, и это имеет, имеет отношение к каким-то лекарствам, не знаю, то ли вы видите какую-то отечность, то ли как-то вот ваше лицо изменилось, и вы как будто бы сами себе говорите, все, хватит, надо отрезать, либо принятие каких-то химических препаратов, либо наоборот, вот какие-то бессонницы, вы себе говорите, что, ну, все, хватит такие, в таком ритме жить, надо по-другому, то есть черные круги появились под глазами, да, не высыпание, то есть надо все, надо отдохнуть, вот как-то вот вы и смотрите на себя в зеркало, понимаете, что надо менять, что-то надо менять, то есть как следствие, видите, я смотрю все время в окно, да, у нас так красиво, кажется, дождь начинается, и такое небо, половина серая, дождевая, половина такое вот темное, синее, да, темно-синее, вот прям готовится к дождю, и при этом свет, прям зрелище обалденное, что еще, да, что еще вы думаете, когда смотрите на себя в зеркало, мысли какие-то появляются по поводу движения, да, как-то это мотивирует вас на движение вперед, причем очень резкое движение вперед, забавно, обычно я выкладываю арканы слева направо, а это у меня справа налево пошли, вот как в прошлое, мысли о какой-то цели, знаете, достичь праздника, достичь какого-то состояния конкретного и зафиксироваться в нем, что это за состояние удовольствия, вот я говорю, у вас, вы когда смотрите в зеркало, да, у вас эти мысли проходят, что нужно как будто бы научиться жить, я не знаю, для себя, в свое удовольствие, да, то есть, вы как будто бы смотрите в зеркало и принимаете какие-то решения окончательные, что я теперь, теперь я хочу жить вот так, да, либо пришло время уже, ну, хватит там что-то делать, каждый себе объясняет, что надо жить в удовольствии, либо вот хочу праздника, да, вот часто вы себе говорите, хочу праздника, хочу какого-то удовольствия, жить в свое удовольствие, здесь вот у меня проходит какой-то, знаете, жить в свое удовольствие и именно закрепиться, чтобы это не было как-то разово, чтобы это стало как-то вашим образом жизни, холодно вот вам как-то, да, то есть, у меня такое ощущение, что вот прям холодно стало, души как-то холодно ничего не греет вот здесь какие-то такие чувства может у кого-то еще до сих пор зима вы прям действительно реально такая суровая зима ну я имею ввиду физическом плане хорошо смотрим еще до что еще вы думаете когда смотрите на себя в зеркало какие мысли могут проходить страх я говорила холодно страх страх чего вы тут боитесь чего вы тут боитесь арка называется жизнь бьет ключом но вы боитесь что вы никогда не получите ту жизнь когда действительно ваша жизнь будет бить ключом вот именно наполненные вот этой жизни такой как вы хотите вот я говорю у вас мысль об этом есть да что я хочу закрепиться вот в этом состоянии удовольствия праздника наслаждения когда я думаю о себе когда я кайфую наслаждение удовольствия вам этого не хватает поэтому ощущается доход вы боитесь что вот этого уже не будет что вы никогда не добьетесь этого момента еще о чем вы думаете знаете здесь кто-то дорос до такого уровня что задумывается уже о своем призвании то есть как я могу сделать так чтобы служить людям причем интересный момент заключает это не выбор профессии сразу скажу и это не предназначение это именно призвание то есть есть иногда проскальзывают такие мысли что я хочу служить другим вот именно служение в прямом смысле не помощь другим людям а именно служение может быть кто-то и просит и молится о том что дай мне знак дай мне подсказку кто то есть чего начать я я готова у меня есть уже такое желание причем знаете здесь вот это служение оно идет такое чувство что от собственного неудовлетворения своей жизни то есть мне моя жизнь я же говорю здесь есть вот эта вот потребность удовольствия праздника из того что нет вот вы как будто бы думаете о том что ну меня не радует моя жизнь хоть служение другим до поможет ну то есть хотя бы другим пускай я сделаю их жизнь лучше пускай у них будет праздник вот как будто бы за счет этого за счет того что в жизни другого человека будет хорошо вы как будто вы будете слабливать какие-то частички тепла вот этого солнца здесь солнце нет недостаток солнца и на может вы где-то живете может быть у вас дом построен таким образом что нету солнечного света в квартире либо вам солнце не хватает вам тепла не хватает то есть это не только внимание а это в прямом смысле вам не хватает света вашей душе вот праздника то что я говорила до провал ожидания но здесь скорее всего какой-то этап и вы проходите поэтому он такой немножечко мрачноватым немножко угрюмый провал ваших ожиданий что вы тут ожидали и это не случилось поэтому разочаровались что вы тут ожидали аскетизм но вы ожидали видите хотели жить вот как раз кито о чем говорится да жизнь бьет ключом что у вас этого нету была карта которая называется аскетизм вы же ждали как будто бы ну богатство в вашем понятии да то есть такой образ жизни который бы вас удовлетворил который бы вас наслаждал в котором бы вы наслаждались но этого не случилось единственное чего вы добились это некой такой мудрости знания понимания потому что аскетизм да как отшельник то есть человек осознанно себя ограничивает для того чтобы что-то другое познать и вот вы себя как будто бы не получилось у вас материальном мире да вы как будто бы двинулись вот именно в духовный мир но здесь у вас и так достаточно знания то есть отсюда и вот это вот понимание до служения хочу служить но до тех пор пока вы не прошли урок здесь в материальном мире да то есть до тех пор пока вы не поздали что есть материя что есть богатство изобилие вот это вот роскошь как душевное так и ну вот в материальном мире вот проявление да то есть душе то у вас это есть а материальном мире подтверждение этого не получили у вас не пустят духовность дальше потому что вам не нужен этот урок вам не нужен урок духовности вам нужен урок наслаждение удовольствие в материальном мире не через дьявола да как я не знаю в какой-то порочность там ушел в запой нет а именно в тот момент, когда вы можете реализовывать свои собственные желания, получать удовольствие от мира, в котором вы живете. Вам материю нужно узнать. Вот здесь ваш урок, он связан как раз таки с материей. Да, здесь об этом идет речь. Но вот ваш подход как раз таки, он почему-то понимание материи, оно зациклено на финансовой стороне только вопроса. Материя это вообще на жизнь, ну вот в мире плотности. Это не только деньги. А у вас вот это вот богатство, изобилие, оно идет в концепции именно финансовой стороны. Поэтому вы не получаете удовлетворения. То есть здесь вы как будто, знаете, вычленили одну часть, как-то фраза вырезана из контекста, и она теряет смысл. Вам нужно весь контекст увидеть. Но здесь вот ваш путь. И когда вы с него сходите, ходите в духовность, тем самым усугубляете еще больше, то есть отдаляетесь от материи. То есть вам сложно познавать материю. Но здесь вот, вот в этом заключается ваш урок. И познание этой материи начинается с аркана смерти. То есть изменение вашего сознания. То есть то, что вы знаете о материи. Здесь вам нужно направить, потому что кто-то спрашивает, что делать. Вам нужно направить на изучение материи. Что есть материальный мир? Что вообще мир, который нас окружает? Как он живет? По каким правилам? Потому что этот мир, он достаточно жесткий. Вообще мир сам по себе, природа, в своем понимании, она достаточно жесткая и агрессивная. То есть вот эти вот правила выживают самые сильные и так далее. Оно действительно присущее природе. Да, но в этом есть тоже какой-то свой определенный смысл. Но люди почему-то в понимании природы, да, любят как-то вот приукрашать, что вот природа это что-то такое изысканное, это красивое. Да, это безусловно, но это только часть. Большая часть природы, она действительно дикая. Она необузданная, эта сила дикая. И вот вам нужно узнать вот эту вот силу, как с ней взаимодействовать, с этой необузданной природной силой. Куда эти инстинкты направлять? Как с ними работать? Как они вообще работают? Да, вот принцип. И научиться взаимодействовать именно с этим. Вот это вот тогда даст вам духовный рост. Не то, что вы понимаете под словом духовностью, а именно через принятие вот этого дикого мира, да, вот каких-то инстинктов. Не бороться с этим, а наоборот принять, изучить, вникнуть, понять. И не в деньги, а в мир вот этот, вот мир природы. И когда вы поймете природу, хочется сказать, когда вы поймете саму жизнь на самом деле, вы в конечном итоге заметите, что нету разделения, да, над духовное и материальное. Это все одно. А сейчас вы уходите в псевдодуховность, да, вот этот вот аскетизм, он никому не нужен на данный момент. То есть не получилось у меня с деньгами, и вот я как-то расстраиваюсь, огорчаюсь и хочу пойти в служение. Это не ваш путь. Вам не надо служить. Я не говорю о том, что служение это плохо, но это не ваше. Такая у меня была третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание. Хочу пожелать вам отличной недели. Пускай она будет теплая, пускай она будет позитивная, с хорошими новостями. Жду вас на следующем раскладе. Благодарю всех за комментарии, особенно тех людей, которые недавно подписались и пишут комментарии. Мне это очень-очень приятно. Еще хочу поблагодарить вас за вашу искренность, за вашу открытость, за ваше доверие. То есть я это вижу в ваших комментариях. То есть как вы пишете о себе, о своей жизни, о тех ситуациях, в которых вы проживаете. Причем вы это делаете очень тактично, очень, так-то, хочется сказать, культурно, с уважением ко мне и к тем людям, которые также, как подписчики моего канала, читают эти комментарии. Это здорово, это приятно. Вот у меня просто такое ощущение, что это действительно формирует наш мир. Даже в таких мелочах, таких деталях. И это здорово. И я вам за это благодарна. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok